Первый арест. Май 1980 года. Еще холодно по ночам. Только заступил на дежурство, сторожем было. Забрались с работы и снова обыск. Тут же местная прокуратура. И всегда во всех обысках есть понятые и один шныр без звания. В гражданском. Штатский. Называется стажером. Но всем руководит. У него щуп, у него благословляется. Он дотошно до всего доходит, ищет. Но и ему я задал загадку. Пишу я на машинке на маленьком стульчике, лишь 6 см высотой. Сам сляпал по медвежьей. И вот я сделал под сиденье двойное дно. Как бы так на живую нитку наживулил. На двух гвоздиках фанерка. А под ней под сиденьем книгу положил. Дополнительные данные о русских святых 17-18 веков поселянина. Так вот. Он этот стажер со штатом. Полез все опрокидывать. Стул мой вырахнул. А там все дышит. Он разом и достал книгу. Ага. Не зря. Значит есть. Покрутил на свет. Смотрит. Листы желтые. Переплет сам делал. Все тленом православом благоухает. Он чуть не на зубок ее пробует. Нет. Не криминал. 70-й статьи из нее не сваришь. Как и старухи, но топора солдат в сказке. Нужно еще крупы и масло и доперчить. Положил опять. Стучит по стенкам. Полный дыбы готовится выдрать. А душа не на месте у этого практиканта. Уж не между ли строк, как ленин молоком в камере тайны пиздела? Нет. На водяных, ни духовных, ни знаков не различает. На меня так зыртник, как будто я что-то такое задал ему, чего они не проходили. А думаю. Вот и святые на помощь пришли. Пока он тут умом ворочается, нужное до потемок не успеет сгрести. Нет. Он все успеет. Да еще и подметет. Потом соизвол обратится к разъяснениям ко мне. Молчалимо взираем еще на весь этот колоброд. Спросите меня. Все же это моя тайна? А для чего эту книгу вы спрятали? Спросил и ждет от меня подвоха. Тоже так их учит. Не верит тому, что видит, чего не видит и не находит. Везде все от 58-й сталинской статьи. Это их хлебушек. Мне бы уже тут и туман сей разгонять, да и сказать, что специально для вас делал это. Знал, что на голый крючок клюнете. Так все и вышло. Я таких мест семь сделал. И все нашли. Для них и делал. Не знаю, что вы ищете каждый раз. Вот я и прячу. Ответил я. А понятые это то ли студенты с юрфака, два парня. Под кровать лезут и в самые пыльные места. Тут я малость не стерпел. И сказал, ты клал туда что-нибудь? Вывод. Так среди бела дня по-прокурорски шпаргалками привыкнуть и шалиться по чужим сундукам. А потом те оклады-то не будет хватать на твоих прелюбодеек до наложниц. Начнешь и просто так грабить прихожих. Пока-то и на тебя, как на бывшую, не дадут бумажку от прокурора. Ваши отцы и наших родителей всю жизнь грабили. Срамцы бессовестные. Граба остыли все, пока не подавились. Попались уже на воровство колхозного. Посадили и изгнорили их там. Ибо они и в лагерь пытались пайку законно воровать. Дух-то этот вас неистребим, горлохватый. Так одному прочитал в сарае уже, где у меня заваленная под дровами собачья конура. И он туда полез искать кулацкое добро. Гляжу, застеснялся. Да не нас заставляют. А сам весь в пыли, бедняжка. Но это еще дома, тут и стены помогают. Вроде ты что-то скажешь, и скажешь лишнее. А вот уж как туда приволокли, тут все посерьезнее стало. Тут ты нуль, ты объект. На тебе делают дело, из тебя будут выжимать все. Как алхимики. Думаю, затели из турти выпали золото. И толкали туда всякие добавки. Так и тут парят тебя, мешают тебе все. О чем ты во сне в кошмарах не доходил. И ждут золото, признание. Зная, что в этих случаях пытка вопрошает, а боль отвечает. Да, был бы каким компанеллой или протопопом о вакуумом. Антон бы мечтать, знал бы и ответ. И что за ним сотворить. А то делаешь все с оглядкой. Как бы душе уже не повредить. Да кого чем не обидеть. Все жиже и тусклее, и ниже и тащее получается. Чем у тех гигантов казематных. Вход в камеру в первый раз полон таинственности. Как целомудренную первую брачную ночь. Что, зачем? А тебя уже насилует следователь. Гонит к отрытой яме. Сирахова, 24. Что пожелание Евнуха растлить девицу, то производящий суд, с натяжкой. Не случайно Сирах сравнил суд с натяжкой с бесстыдством над целомудренной девицей. На непотребной основе, на вывертие сознания, на невозможности и на желании, которые говорит растлитель. А твоя ночь длится изо дня в день. Одно и то же. Лгут до умопомрачения. Значит, должность такая. Насиловать и лгать. Золото выпаривать из ядовитых паров своих домыслов. Приходят иные, битый, синий, кровь течет, а меня ласково обхаживают. Там делят добычу из награбленного. А тут тебя по частям, до внутренней души, до помыслов сердечных. Вот тут все проверишь, зачем жил, о чем думал. Некуда притолиться мыслью. Расшибленный о невозможности не увидеть своих и коснуться того, что улюбил, чем жил. Молитва была твоей, она стала еще ближе, еще возможней, еще свободней. Более нет ничего. Вот тут крепко задумался о подвижниках, их подвиге. Когда они все оставив, уходили в пустыне, не видели более никого своих. Пустыня, один, молитва. Им всегда было камеры, келья. Бог ближе, суеты нет. И подумал, я тот час просить. И это было основой моего пребывания, оба раза заключения. Молитва, сделать камеру кельи. Если святые делали добровольно, то награда. А я не добровольный, значит не о награде, только об очищении думай, грешник. Так, встал припоминать, и сразу же дошло, что жизнь в труде, есть по Соломону суета-суета и томнение Духа. Марфа, Марфа, о многом ты печешься, заботишься, а нужно одно – слушать Господа. Вот тут и стало это понятно. Благо есть, что вспоминать из Евангелия, из всей Библии и размышлять об этих славах и на молитве, и после молитвы. Томнение Духа в бездействии. Время как бы остановилось, все отобрали, ободрали, обокрали. Ты как из морских волн на доске выплываешь. Под субботу два выходных. Подумал о следователе тогдашнем. Пичугове Виталия Николаевича. Человеке улыбчиво. Как же он теперь? Видно томиться дома. Жене сказал, что человека запер в камеру и себе места не находит. Так высоко было мое мнение о следователях и в первый арест. А он, я потом узнал тут же и забыл во мне, поехал на пляж. Теперь мнение мое иное. Следователи, быть может, идут по ответственности разве только с батюшками, со священниками наравне, при почти полной невозможности спастись в наше время. Равно суд бесправный творят и равно грехами народа питаются. Делают то, что высший скажет, вопреки закону. И тот, и другой блюстители своих законов и ищут видение закона, а ту с тобой их. Бесчестнейшие люди эти следователи. Или такой там отбор, или уж беспринципность, безбожество так легко их по-своему колесует. Отсекает все, что может добро творить. Сафония. Книга Сафония 3.3. Судьи его вечерние волки, не оставляющие кости до утра. Да, все растащили, нет ничего досели. То же и Павел подтвердил о пастрях. Войдут вам лютые волки. Деяние 20.29. С какой же легкостью судили тех, кого ныне реабилитируют, в этих же зданиях, по тем же законам. И в церкви также. Казнили Жанну Д'Арк и по тем же канонам. С такой легкостью, как и Максима Грека канонизировали. Будто они их и не томили, и не ломали. Не жгли, и не уродовали. Время есть, размышляй душа. Все вновь, и шагами меряешь камеру. Все потихоньку размерил, чтобы рассказать своим. И глазок, и кормушку по замерам. Чисто по профессиональному интересу строителя. Как это делали? Кто делал? То знал ли, сколько будет на его работе и слез, и проклятие отчаяния. Наслушался всего зэковского. Но ни в какие разговоры сразу же понял, стревать нельзя. Только благовестие. И то строго лимитировать. И время точно знать. Молитва. Шесть-семь раз в день. И в ночи. Сначала по полчаса. А потом из-за один прием до полутора часов дошло. И легко стало. Забота о своих. Как они там. Что? Когда давно еще посещая отделенных баптистов, слышал, как они наказывали своим, чтобы костюмы свои пальто привели в порядок, то есть разрезы сзади зашили. Меня это не касалось, только уж так, от детства научен. Чтобы не слышал, все при меня к себе. Пришел домой и зашил все. Ах, как это сгодилось потом. Хорошо, что ходил в сапогах. Тут шрунки не отберешь. Носки зэки отбирают, а портянки и сапоги, они в век никому не нужны. Да и деяние мое такое, что пугало огородное застыдиться. А мне именно это и как раз. От второй ситки уже тех впечатлений той остроты неизвестного нет. Уже ты знаешь. Если что-то там уже усовершенствовали, то не настолько, чтобы сошло за свободу твое заключение. Там все в одну сторону меняется. Надежнее, изолированнее, хитрее, крепче, тягомотнее, суровее. Первую ночь уже в тюрьме. Это незабываемо. Помолился, а на кровать шконку лечь боязно. Она такой же размер и по длине, да поуже, и нет ничего. Только натянуты шинки. Три-четыре. Или бывает она и побольше. Сантиметр по пять шириной. Железные полосы вдоль. Несколько для схватки поперек. Снял с паги. Паска стресс подложил. Ноги помотал портянками. Один. Меня сразу отделили от всех. Уже при въезде. При венчании первым стали выделять. Это и к лучшему. Можно молиться и размышлять. Встал. Молился первый в ночь в тюрьме. Когда забылся в полусне, кто-то из охранников за дверью гукнул. Вставай, святой отец, пора молиться. Встал, помолился за дверью. Шуршат. Тут видимость только на тебя. Ты же смотри в себя. Теперь и люди, и вещи. Теперь все в ином измерении. А не в том, в давнишнем. В воле. Утром в шесть часов начинается кормежка. Принесли чай. А лить не во что. Так и прогромыхали мимо. Потом порцию сахара. А сыпать не во что. Подставляя ладошку и в рот. Приносит хлеб. Охранник какой-то азиат. Открыл кормушку и выпросил. Как? Да за что? Вспомнил, что у него бабушка православная. Его водила в церковь. Вначале с насмешкой. Волком. А потом мягче. А мне все в диковинку. Потом сам принес алюминиевую кружку. Всю продымленную. Чай, чай, эфир валили где-то зэки. Ухи дают. Это уже в чашке. Ложки нет. Через край. Сподручнее и быстрее. Мне эта забота его растрогала душу до слез. Он заглянул. Эта камера его уже больше привлекает. Видит, что я в слезах. А ты чего это? Да дивно мне, что вот ты и не русский. И бог уже через тебя утешение подает мне. С утра начинает тебя водить по кабинетам. Отпечатки пальцев. Фотографирует с надписью. Потом мыть. Постельные выдавать. Пришел за мной капитан Владимир Александрович Ульяновский. Улыбчивый. Приятный наружности. Внимательный. Всех табуном водят. А меня одного. И в баню, и в кабинеты. Стал переводить меня он. Велел забрать все, что есть. А что у меня? Только кружка эта черная. Он увидел ее у меня. А что еще есть такое? Взял ее, размахнулся и вдоль коридора по полу направил моего кормилища. Новую дадут. И правда дали новую, с иголочки. Повел в политоотделку подполковнику. Знакомиться. Потом к начальнику СИЗО, следственный изолятор, 17-1. К полковнику Соломину Александру Семеновичу. Этот человек много подаст мне добрых советов и утешений. Так и вспоминаю его в молитвах. Единственные, о ком и заключенные отзывались хорошо. Он спросил, как ночь провел. Я сказал, что когда привезли, то меня сразу же отсадили и в маленький стаканчик тут закрыли. Я разулся ноги проветрить. И вот вдруг отваляются двери, стоят нерусский капитан и сержант. И капитан начал кричать. Кричать на меня. Что ты тут расселся? Я тебе не портянки. Кишки по стенам развешиваю. Когда рассказал, что кричал мне этот блюститель, то Соломин все гадал. А кто же мог быть? Помог ему из оперативника кто-то сказал, что это не их. А так был тут один дурак. А как насчет постели всего? Да нет ничего. Потом выдавали все. Матрас новую, подушку. Летом одеяло и простыни не положено давать. Потому что зэки все жгут. Это они называют дрова. То есть раз горится, значит давай чай кипятить. Вот и недосдача каптина Армусу. В следующий раз спросил, дали ли простынь. Я ей ответил, что летом не дают. Он тут же взял кружку. Она на столе стояла у нее. И раз, раз по трубе отопления. Такая у них была сигнализация. За вскладом, по белю и чашкам. Пришла. Ты почему не выдал простынь одеяла? Так не положено, жгут ее все. Ты можешь маленько различия делать, кто перед тобой. Сейчас же выдай все чисто и новое. И гляди за этим. Все выдали. И в камере только у меня и были простыни. Даже неудобно. Но это имело свои последствия. Тут же по тюрьме слух пустили, что мне такие льготы. Чуть ли не личный портной. Потом еще вызовет не раз меня полковник на собеседование. Все. Будет интересоваться, как же это вот так, что живет человек умрет, а потом вдруг воскреснет. И все просил подробнее разъяснить это. И о том, будет ли война с Китаем. Тюрьма в Барнауле. Когда я поруду по этапам по пяти местам предварительного следственного заключения, то оказывается, что лучший, чем в Барнауле и не видел. Лучше это слово беру в кавычки, так как не знаю, может ли это слово применить к такому учреждению. Однако же и Сирах, 20 глава, 25 стих говорит. Лучше вор, нежели постоянный говорящий ложь. Так и здесь. Лучше значит есть чем сравнить, чем прогулка. Больше дисциплины, нет клопов. И лучше прожаривают от вшей. И моют лучше. Кормежка везде почти одинаковая. Умреть не умрешь с голоду, и по миру пойти некуда. Вызывает начальник полковник Соломин. Предупредил, что меня отправляют на проверку в Кемерово, в психиатрию. Для меня это было приговором хуже смерти, ибо я не только видел уже, что там делать, но и читал уже, и слышал, и с очевидными встречался. Ни на какие следы не посмотрели. Написал протест прокурору, как молния в гнилой пень, как вопль с жрецом валом. Ни вздоха, ни ответа. На вокзал везут машины, отдельно от всех, в стаканчики. Есть в этом воронке такое место, где и вдвоем можно. И одному тесно. Затарили вагоны. Народу битком, а меня пять в отдельном купе. Один. В сопроводительных документах сказано, зачем я и куда еду. Но этапное начальство видит только конверт большого формата. И что-то на нем, какие-то пометки, и по ним и раскладывают наши телеса. Мою статью 190-1 никто не знает, даже начальник тюрьмы полет в шкаф и прочитал. Сроду такое не знал, говорит. А уж и этапные прапочки и подавно. При входе, при выходе, везде совершаю крестное замене. Сразу заприметили. Еще не только с путь, уже подошел начальник. За что, дед? Разговорились. Из соседнего купе кричат женщины. Просят молитвы. Но закон везде один. Разговаривать нельзя. Будет нарушение. Будет и наказание. Молчу. Подходит все время по коридору. Взад. Вперед. Прохаживающийся краснопогонщик ВВ. Внутренние войска. И спрашивает. Что ж ты им не отвечаешь? Да не положено. Когда разрешите, тогда я отвечу. Ну поговори. Начали разговаривать. И женщины прислали бумагу и ручку. Я застал новый завет. Солдат открыл кормушку. В решетчатой задвижной двери. Я на нее положил бумагу и начал писать выдержки из Евангелия. Солдат отнес им. Благодарят. Потом подошел начальник этапа. Долго говорили. И все слушали. Плоть. Ничего духовного. Проезжаем станции. Видно, как цветут подсолнухи. Кто-то смотрит. Видно, как баба отчитывает пьяненького мужичка в огороде. Поезд остановился. Проезжаем станции. Видно, как цветут подсолнухи. Кто-то смотрит. Видно, как баба отчитывает пьяненького мужичка в огороде. Поезд остановился. И до того пронизительно ясно, что и они, и я не так живем. Что нужно все это ценить из-за невозможности повторить потерянное. Все пустое. А вот когда лишился, таким смыслом наполнилось. Подсаживает мое купе милиционера. Кого-то убил на работе. В общем, нельзя сажать. Зыки щепетильные на это, падла. Что не мент-милиционер, то труп будет. Все себя считают чистыми. Самаряне с иудеями не сообщаются. И для гептиан пастухи удели боемерзостью. Хотя бы в своих глазах кого-то найти хуже себя. Уже легче жить. Все же есть и хуже. Этим и воры кичатся, и всяк имеет свое доказательство. Я-то не частникова воровал, а ты? Но все одинаково презирают и унижают насильников-малоедников. Этим везде позор. Тот милиционер, что со мной едет, хорошо усвоил теорию Ницше и понял, что его и должность, и знание, и убежденность все сходится с этой теорией. Только непонятно, почему она вдруг в ином стане. Им не благословляется. Тот же душа, хотя и заглохла в мундире, хочется быть раскольниковым, все остальные перед ним – вошки. Но вот попал сюда, думать начал. На себя стороны смотрит. Этому тоже нужна помощь. Но не доходит. Утнулся в свой срок. Свободой бредя. Палец на пусковом крючке при воспоминаниях о судье и следователе. Где-то долго катаются на путях. Привозят в Новокузнецкую тюрьму. Там меня отшибли сразу же в сторону и в отдельную темную камеру. Но на полу нашел много чашек. Есть скамейка. Помолился, слышу. Шушукует за дверью. Глазок мозолит. Полежал, свою еду достал. Вечером ведут в баню. Не стал раздеваться. Всего полтора дня, как в Барнауле помылся. В предбанике посидел со всеми. Отсидел, пока другие мылись. Пришел старшина и повел меня за постелью. Большая очередь. Меня не допустили. Отпускавший зэк, ты, батя, отойди. Потом. Когда все разобрали мешки с комковатой ватой, этот из хозбанды повел меня в другой куток и там только что полученных небывших употреблений матрасов дал, да еще и ласкал. Выбирай любой. Потом одеяло с этикеткой, навье и подушку и две простыни желтые, непробованные. Вышел нагруженный и меня подхватил сопровождающий старшина. Куда же тебя деть-то? Вот, брат, задача. Остановился, подумал. Значит, из КГБ. Потом они мне это скажут сами. Сделали там какую-то приписку, что они со мной нянчатся. Вот, дескать, тебе одно. А может, можем и так сделать, забудешь, как мать родную зовут. Так потом прямо мне и сказал немалый чин из всей организации. Мы могли по-иному все сделать, так что цените. Ценю и благодарю Бога. Почему же только Бога и мы тут? Поблагодарил и их. Так там занято, туда нельзя. Стоп, знаю. И повел в карцер. А там кровать шконка, на высоте груди только бетонный тумбок среди камеры. Кровать эту руками подниму, перпендикулярно к стене. И тот, кто охраняется наружу, уже закрепит ее. Ложись до утра, а потом после подъема. Он тебе может такую штуку сыграть. Ложиться будет очень осторожно, и до петухов соскочишь. Бетонный же и пол, и стол. Подъем, наверху звонок. А ты сквозь сон тревожный, под утро только забылся. И вот не расслышал. А этот сверхсрочный тормоз рванет штырь от стержня, которым крепится твоя софа. И ты летишь без торможения, значит отныне уже космонавта будет звать. Запоминай. Только закрыл за мной дверь, поднял кровать. А кто-то уже из соседней каймы считает, кто ты? Им-то постели нет за все 15 суток, едва через день горячие, да и со с половиной срока. А мне все по норме. Я же не на наказание, а на особом поощрении. Тут же подошли две женщины. Кто-то из обслуги тюрьмы и начали со мной говорить. Я сказал, как трудно тут в подвале дышать. Они тут же принесли мне швабру. На, ткни в решетку, там стекло разобьется, из зимы все запечатано. Правда свежо стало, вовсе и добро. Эти слушают внимательно, сочувствуют. Ушли, а соседи оказались женщины. Перекликаются между собой, ко мне просится. Толпуют. Кто же это, что им не отвечает? Мороженый какой-то, мужик. И вот одна другой. А ты про нас читал в газете? Так это я же ее убила. Мы ее стащили с пятого этажа. Потом в детском коляске везли до колодца. А кровь-то была видна. Нас уже утром накрыли. Матеряться. Помолился, улегся. А те убийцы просят воды, пить. Охранник голоса не подает. И потом вдруг виск. А этот дубак-охранник с той стороны подкрался, подготовил пожарный шланг. Другой, видно, дал напор. Он открыл кормушку в тем камеру и давай их поить. Забава. Днем небольшой начальник из офицера пригласил к себе. И там беседовать стали. Пришло еще несколько человек. Перевели в общую камеру. Клопы тумунами, кровати из плит бетонных, с вкраплениями мраморной крошки и красного цвета. При свете клопа не поймаешь. Осмотрелся. Осмотрелся и в дверь про стенок лег. И насекомых нет, и молиться никто не мешает. И я один. Потом перевели в камеру, где милиция отбывает. Тут много было бесед. Один из старших лейтенантов, убивший человека на отдыхе в лесу. Еще один жену, зареживший по ревности ее измене. И еще за превышение, какой-то пьяница. Не лез в машину, а этот помог чрезмерно. Этот старлей все расспрашивал и толковые вопросы задавал. А потом лежал и думал и выдавал. Да, здорово у вас все продумано. Ни с какой стороны не уязвимо. Это он на то, что с позиции бессмертия и вечности все поступки, и даже те, что явно против нас, могут быть и за него. Новокузнецк. Это только этапная пересылка. Прямого исследования нет. Вот перекладывают. Дальше и дальше. При входе в камеру, когда я перекрестился и сказал. Мир дому сему. Сразу же подошел один парень и спросил. Кто, за что и откуда. Там многие ждали очередь за психооправданием права на преступление. Стал с порядками знаком чуть-чуть меня. А тут сидят не 3-4, как в Барнауле, а 32 души. Есть чистые люди, нечистые. Эти несчастные хуже индейских парей. Все на них. А пить прямо из бачка почернуть им нельзя. Или табак из общего киси это взять они не могли. Это те, кто в чем-то провинился. Или проигрался. Или был подвергнут жителям Содома познанию. Они моют свое. И не в свою очередь камеру. Выносят мусор. И когда у него возникает тяга совершенствоваться в самбо-дзюдо, то эти живые объекты всегда рядом. И отбиваться им запрещено. Иначе убить могут. И вот что интересно, что люди в основном сидят за нарушение уголовного кодекса страны. За нарушение заложенных в конституции обязанностей. За то, что пренебрегали эти правила запреты. Значит человек хотел быть вольным, свободным от путь закона. Но вот попали в такие стесненные условия. И тут уже сами ввели свои правила. Но еще более строгие. И меры наказания. И еще более жесткие. Чем те, против которых на воле бунтовали. Взять это резко разделение на чистых и на опозоренных. И ведь все не против, что были тут и не чистые. Ибо они нужны мыть полы. Выносить мусор. И просто быть на побегушках по камере. Да и для удовлетворения своего испорченного внутреннего человека. Что я, дескать, не худший. Все же на фоне вот этого отверженного пари. Я лучше. Я честный. Я человек сохранился. Понятие чести и самолюбия до внутреннего воспаления развито. Вот сейчас вызовет его мент. И будет хотя бы и при всех, что угодно с ним делать. И ни слова. Это вроде бы как божество перед ним. Нужно молчать. А то хуже будет. Но вот пришел в камеру, тут же нужна разрядка. Тут же нужен кто-то, над кем бы он мог поизгаляться. Осуждают начальников, что они эгоисты. Только о себе все машинами воруют. Но вот тут появилась возможность на стыщную долю ментометра подвинуться по пирамиде. В положении вверх. И уже не желая живота, трудятся. Лезут, закрепляются. Дай только власть. И вводят законы, которые никакого отношения не имеют к престижу. А иногда и во вред здоровью. Но так неукоснительно и твердо держатся этих законов, сами издатели в камере. Как и в армии в государстве, изданной Верховным Советом, законы соблюдаются. Кто вздумал сходить в туалет на горшок, должен внимательно осмотреться. Не есть ли кто, не жует ли что. Еще и громко вопросить. Доложиться. Куда ты полетел? Ест кто? И только тогда приземлится. Лгут во всем. Ну вот, за что взят? И не петух ли ты? То есть не порченный или садомлянинами? Не отвержены ли? В этом твердейте, чтобы не солгать. Если такой найдется, то выносится приговор и уже ничто не поможет. Беги, ищи, убежися. А начальству? Что за дело? Если змея змею, скорпион скорпион сожрет, им только легче. Спросил старший. Где ты, батя, хотел бы? Да где табаку поменьше. Он тотчас подошел к окну, вытаривал наверх вдаль бывшего там и мне дал место внизу и еще одну рядом освободил, чтобы не дышал никто рядом. В окне щелку заметил. Видно иногда, как самолет пролетит, стрижи кричат. Этот печальный стрижиный крик навсегда только с одним соединен у меня. Камера. Темнота, вонь, чужие люди, и мне грозит психиатрия, отнятие разума под уколами. Ехал-то не на меньшее. С главным в камере сразу же сошлись. И когда не молился, то по камере нахаживал здоровье и ходил с ними нога в ногу и говорили о нужном. Тут уж никто не подходи. Закон. Из соседних камер стучат кружку, приложат дном к трубе отопления и говорит, повернет дном к себе, слушает. Сказали соседям, что к ним папа привезли. Стали молитву просить, тут же переписывать и на прогулку, когда ведут, класть на условленное место. А начальник через камеру, когда стуком вызывает, тоже берет свою кружку и ухо к ней. И что же по запечнику там? Он тут же и узнал про тайники и про молитвы. И меня вызвал. Уже без кружки разговор вели. Стоит у него деревянный молоток. Окованный жестью. Киянка с очень длинной ручкой. И на нем надпись. Анальгин 80. Вот лучшее средство. Вечером, когда поужинали в 6 вечера, до отбоя до 10 часов, еще время есть. Начались уроки закона Божия. И так каждый день. Условия обычные, чтобы не разговаривали, не курили. Так мы дошли до царства Соломонова. Посреди камеры стоят монтированный стол длинный. Все ложатся на шконке кровати. Кто внизу, кто на втором этаже, на вертолете. И головами ко мне. Я беру в руки новый завет, становлюсь лицом к двери и начинаем просвещение. Открывается камера. Идут охранники. Тоже стоят молча. Все о Христе, о грехе, о воздаянии, о суде Божьем. О том, чтобы извлечь урок для себя. Потом на молитву. 7 человек становились со мной на колени. Слушатели благодарные, внимательные. Вот один из тайных противников, которому я почему-то мешал ночными молитвами. Зло мне пришипел. Я тебя отучу. Но потом этого Васи обнаружили то, что в камере терялось. И крендели, и спички, и папиросы. Он все это в матрас себе толкал. И я ему мешал выходить ночью. И вот тут же на нижнюю кровать 4 человека. Кто руку, кто ногу держит. За свое место отвечает. Один рот ему грязный тряпкой заткнул. И у двери один стал. Вроде бы думает. Глазок прикрыл. И напротив у коих топчется. Прикрытие. Палач берет сапог. И со всего размаха бьет и бьет вора в лицо, в голову. У него только глаза от ужаса раскрыты. Матрас его распотрошили весь. И все воровное тут же обнаружено. Адвокат никакой не поможет. Взятки отвергнуты. Разве только чудо. Откли рот ему, и он ко мне. Отец Игнатий, спаси меня. И так это было для всех неожиданно, что разъяренные мстители рассмеялись. Вот гадковый хитрый. А не ты ли отцу Игнатию грозился, зараза? И правда, мне его было очень жалко. Я смотрел и плакал. Отпустили. Так он теперь уже не грозился. А все боком и меня, да к себе. Входит в камеру новенький. Начались расспросы, выявления. Не один. У него еще есть в другой камере подельник. Что творили вместе, то поврось будут писать. А следователь слепит одно с другим. Дополнит. У кого что из памяти выпало во время допроса. Оказывается, друг его начальничек. Они подмечали хорошеньких девчат, хватали и везли в за город. И вот где-то за городом попала бабушка лет 72. И внучка вовсе уж махонькая лет 6. Этот остался тетем, а тот бабку начал мучить. Захватили. Призренный. Он же только и сказал. Так мы их хоть не убивали. А вот секретарь райкома из Кемера, тот студентку увидел. Решил подвезти. Понравилось. Изорвал ее и убил. И вкопну соломой. И сжечь умыслом. Да не сгорела вся. Сейчас вот дружки из подкомов устраивают на психиатрию. Годика полтора побьет ящики для пива в Алма-Ате в психушке и вернется. Говорит он и зыркает на меня. А когда отговорился, то быстро так подошел и мастится на корчиках рядом. Чтобы что-то спросить у меня. Старший тут же к нему. А ну шваль брысь. И чтобы к святому отцу и близко не подходил мразь. Вот сейчас же стучись в дверь. И чтобы дух у тебя не было в камере. А то. И тут же как-то все слышал. Дубак дежурный дубовый. Открывается дверь и пошел морганчик в иные веси. Старший подошел и стал давать наказы мне. Чтобы был поосторожен с этими хмуриками. Эти на все способны. Этих мы преступные элементы. И то не уважаем. Он мать родную продаст. Он же на оперу стучит. Зараза. Идут уроки. Учусь сам. Ценю, переоцениваю. Жду на психиатрию долго. По нескольку дней и месяцев. Сиди. Срок идет. На вертолете. Второй этаж коек. Лежит одноглазый тарачонок. Этот уж вовсе по дурному влетел. А семь лет далее. Он слышит, слышит. А потом подошел. Хочу вашему богу молиться. Мне можно? Встал. Научился персты слагать и кланяться. И вдруг ему вместо семи лет, усиленного, полтора года условно. Все в тюрьме знают. Мне заказаны на молебом пошли. И без денег. И более искренне, чем в храме. Бог везде. И все нуждаются в нем. Когда трудно. Неделю неполную, кажется, отсидел. И вот зовут на местный этап. На психиатрию. Когда определили в психдом охраняемой милицией, то и тут пошла учеба. Во-первых, комната точно такая, как моя дома по расположению. И так же с улицы вход. Все как дома. Да не дома. Врач или сестра сказала, что на моей койке лежал поп. А это же из Белова был. Его взяли за взятки. С посоломщиком Р. Не поладили. Загребли. И финн инспектора тоже. По два с половиной. По три года дали. У батюшки изъяли где-то 485 тысяч рублей. Много спирту. А самому им было около 75 лет. Писали о том в Р. Кодиле. В центральных журналах. Хотел де храм построить, а спирт очки протирать литров полста. Но так и не вышел отец. Помер в лагере. Обработали. Дали-то какой-то жижи. Намазаться, чтобы в волосах не было. Букашек. Душ. Кормежку разносит. А каждому дают клеенку. Сантиметров 50 на 50. Вот ее положили на подушку перед собой. И на кровати. И сюда попадут все. Палаты как камеры. Только чисто все. И не запирается. В общий коридор можно выйти и ходить по палатам. Тут же кабинет врача и сестры и санитары. Кто чуть зашебуршит. Аменозинчику ему под кожу. Согнулся. Гладит себе место мясное. Правило то, что держал в тюрьме, сразу и здесь установил. День разбил на 5-6 частей. Столько раз молился по часу полтора. И ночью один раз. Твердо держу, чтобы никогда не спать днем. Чтобы было надиво всем врачам. Такого не было тут никогда. Вечером умываюсь холодной водой до пояса. Вымываю ноги. Оботрусь. И спать точно по часам. Зэки страдают от бессонницы. Просят снотворного. А я как ляду, ладошку под щеку и до утра ни разу не пошевелюсь. За день так вымотаюсь до упаду. Каждое моление начинаю на 40 земных поклонов. Коленями и лбом пола коснуться. И так несколько сот поклонов. И читаю псалтырь. 150 псалмов на 2 дня. А новый завет за неделю. А остальное время проповедую. Люди собираются. Обычно как входишь сюда, все отнимают. И у меня тоже все отняли. Пошел жаловаться. Начальник что-то в моих делах посмотрел и сказал. Ходи и по другим камерам. Говори. Может будут слушать. Только осторожнее, чтобы чего не сделали. И это не излишне было слышать. Один раз обошел палату. И потом уже не стал ходить. Стали в нашу палату приходить жаждущие. Но скоро остались только те, кто искали. Стали уже сзади молиться. Когда я на молитве. Из них был один пацан лет 15. Саша Солнцев. У него отец был старший лейтенант милиции. И за что-то сына наказывал. Желко ему пальцы папиросами. И вот когда полез отец в погреб. То сын, который сделал себе уже ружьишко. Набежал на отца. И выстрелом в затылок. Но повал сразил его. Когда он грудью только что через край лез с вареньем из подвала. Так и остался. Я все расспрашивал, что он чувствовал. Когда я выстрел из обреза своего, то убежал в огород и спрятался в картошке. Потом пришел. И мне показалось, что отец немного уже вылез. Когда стемнело, я завел машину. А днем запер ворота. Чтобы никто не пришел. Втащил отца. Постелив мешки, увез в карьер. А лопату не взял. И плохо зарыл его в песок. Ну и нашли. Начали все искать. А я ружье спрятал за баней. Когда неделя прошла, сестра моя пришла. Спрашивала. Я сказал, что не знаю. Потом принес свое ружье в избу. И в погреб спрятал. А тут еще разок обыск. И в этот же день и нашли. И вот забрали. А когда на этого пацана посмотришь, то никогда не подумаешь, что это убийца. Невинные глаза. Белобрысый, полноватый, наивный. Привязался ко мне и все слушал. Другой дом строил. Вышел покурить. Идет пьяный. Спросил у этого прохожего покурить чужой сигарет. Тот ответил. Свои имей. Не понравилось. Ударил ножом живот пьяному. Так что нож погнул. Умер. А жалко ему. Дом. Как же теперь? Этот тайно вставал на молитву, когда я молился. У всех тяжелые статьи. А думают, может поможет? В тюрьме вставал среди ночи. А тут труднее. Свет горит прямо над головой. И никак нельзя узнать время. Часов-то нет. Тогда стал о том просить Господа, чтобы будил меня раньше часа на два. Потом весьма удивились дежурные, которые по ночам ходят по палатам, чтобы чего-то с собой не сделали больные дурны. И я им наказывал будить меня не в семь утра, а в пять, на два часа раньше. И вот, что они говорили. Ночью заходим несколько раз в палату. Дверь не заперта и не закрыта. Настеж. И вот вы как легли, и никогда даже руку не поправьте. Как неживой. А как и тут будить, только к дверям. А я поднимаюсь сам. Вставал с точностью не до минуты, а чуть не по секундам. И мне, и им было диво это. Пока правила справлю, почитаю псалмы, всем святым поклоны, вот и подъем. Убольщица, которая два раза в день в палатках моет, она говорила. В Бога верю, а попов не люблю, народ только обманывает. Убеждал тетю Дусю, что не все так поступают, как те, кого она встречала. Есть и добрые пастыри, а она на своем. А тут стою утром, а под подушкой или под простыней то хлеб белый с маслом, то яйца вареные, то шоколадные конфеты. Это она мне. Помяни моих родителей, царство им небесное. Я заметил, что ты в землю по сорок раз кланяешься. А моя мама говорила, что только кто по сорок раз в неделю, того молитву Бог слышит. Я такого не слышал, но быть же тому. Лежит хулиган на койке и говорит ей. А мне же ты что не даешь ничего? А за что тебе? Ты молиться не можешь, родителей не поменешь. Только по матушке меня пошлешь и все, тебе нет. А то врачи, что принесут сами от себя, сестры милосердные. А молва уже бежит в тюрьму через тех, кто ушел отсюда. Там попу несут с волей корзинами и он других кормит. Молись да молчи. А я читал раз газету про Китай. Да возьми и ляпни. Это же только написано, что там погибло в культурной революции 25 миллионов человек. На самом же деле, то они от нас научились, где 66 миллионов погибло. Сказал да пожалел. Одна такая проныливая медсестра мигом эту мою реплику услыхала и к себе в кабинет. И в мое дело начала писать. Да что-то не смогла точно припомнить. Пришла ко мне и начала довыявлять. Но я уже ушел на молитву. Так и зашло. А то беда. Обычно тут в психушке, на экспертизе, бывает человек неделю-полторы, а то и раньше диагноз ставит. Или на суд, или в больницу. Людям важно уйти от многих лет в лагере. И только бы высказаться дурным, больным. И что кто может, кто и гонит, кто мух невидимых ловит, кто из-под себя ест. Кто вешается в туалете на полотенце. Врачи ко мне так добро относились и советовались. Как бы я хотел. А то вот мы тут поговорили и решили, что можно тебе дать статью, и ты на суд уже не пойдешь. О нет, мне бы только правду и на суд выйти. Мне бы только слово сказать. Потом, может быть и не раз, в том бахвальстве раскаюсь. А тогда так именно понимал. Только бы не признали больным. И через уколы не стали разум отнимать. Лекарства не дают. Но многие говорили, что в пищу подмешивают такие вредные смеси, а чего целыми днями спят. Подумал. Так они и на воле, и в тюрьме спят. А я Бог сохранил, хотя сильно томился. Но так и не лег. И прошел якобы суху. Уходят и приходят ежедневно. А меня не трогают. Ждут некого светила. Приезжает кандидат наук Мазур Аарон Моисеевич и еще два еврея. Начинают меня через комиссию пропускать. Вопросы важные. Веришь ли, как, почему, кто такой Христос и как мертвые воскреснут. Долго идет беседа. Еще и еще раз вызывают. Хотя так и не делают с другими. Сестры с утра суетятся, что-то шепчется. Оказывается, что они провожают меня. Как и на пенсию не собирают никого. Достали мне два мешка и чего-то только не накупили. Одному и не утащить. И еще дали сопроводительную. Чтобы везли отдельно, чтобы не отняли от меня. Когда вернулся в Кемеровскую тюрьму, интересный был случай. Вхожу в камеру, перекрестился, как всегда. И впереди себя крестное знамение творю. Сказал, мир вам. Встает молодой высокий русый парень. Сразу спрашивает. Ты бог? Нет, я человек. Но несу весть о боге. А я сегодня видел сон. И вот в камеры сказал, что в камеру к нам сегодня войдет бог. Началась беседа. Он был в Германии учителем. В порядке обмен работник, культурой и просвещением. И напал на аферу. Деньги менять, валютчик. Дали срок. И вот был на химии. Сбежал в Москву. Поймали. Едет по этапу. И были-то три дня вместе. А сколько он узнал? На шаг не отходил. Все выписывал. На молитву вставал все время. И хотел, чтобы потом навстретиться. Компаньон цыган, с которым вчера еще тот играл в домино, из себя выходит злиться, лютуют на него. Ты же вчера был наш. При выезде же из Кемеровской тюрьмы выстрел начальник караула всех этапников. И спросил. Есть ли какие жалобы у кого? Я ответил, что у меня отняли ручку и не вернули. Тогда повел меня сержант в подсобное помещение. И там целый арсенал ручек. Выбирай. Стали в вагон расталкивать меня. Опять одного. Попросил конвой, чтобы нашли мальчика этого, Сашу С. Они отыскали его и ко мне впихнули. Мы поели с ним по-барски. И я ему из того, что сестры наложили, что в камере не съели, да не растащили ночью крысы, отмерил. И излишней одежды дал. Днем видно, что уже копные соломы на полях, и дождик, и багрянцам осенник провожает. А мне того горше, что запрет на волю охоты. Но перекрешусь, и молитва отгонит грузь. Привезли до Новоказнецка. Тут же уже ждали и охранники, когда меня повезут обратно. И стал проповедовать охранникам. С этажей сойдутся в одно место, и меня вызовут. Кто просит? Кто дитя крестить? Кто венчаться? Кто больного излючить? Мог бы, не сидел бы тут. Встретили в Барнауле. В отдельную камеру посадили. Хожу по камере, пою. Подлетела к отну птичка. Синица. Жулан зовется. Уже сентябрь. И так звонко цвенькает. Лети, лети, птичка. Ловил ее вас в детстве немало. Простите меня. Хотя всех через час и выпустишь. Омучительствовал изрядно. Лишал свободы. Пускал летать по избе. А они бились в окно. А кого и кошка слопала. Теперь, когда уже вернулся с положительной характеристикой, что меня может судить, то стал готовиться на суд. Главное сказать об убийственности атеизма. О коварстве вила Владимира Ильича Ленина. Ибо в стихах клуб есть строки. Припомните, как вилл коварный Ленин об этих душегубках предсказал. А в тихе набатный колкол порочат о России. В обвинении стоят строки. Вот на это следователь Виталий Николаевич Пичугов и написал. Нужно чаще мыть памятники. На эту тему много листов написал уже. И о расстреле царской семьи. Ко мне хорошо относился начальник тюрьмы полковник Соломин. Он дал фанерку, чтобы на корявом столе можно было написать. Где-то около недели пришлось сидеть за столом. А начальник тюрьмы справлялся. Нужна если бумага, то говори. Всегда достанем. Уже около 20-25 листов написал мелким почерком по темам. О диктатуре, о зверствах, о вечности. О том, что предполагал в обвинении. Это было еще до отправления в Кемерово в психушку. Куда же деть бумаги? Один из оперативников, капитан Ульяновский Владимир Александрович, беседовал со мной не раз. И вот решил ему дать на сохранение. Что если вернусь, то мне отдаст. А нет, то жене. Не вернули. Якобы потеряли. Но было отдано следователю уже в 1986 году. И все увидели пришитым в томе один все до листочка. Тем более с нами сидел один. Четвертый раз шел. И знал порядки. И что в последнем слове можно говорить сколько желаешь. Вот и думал повторить подвиг Георгия Димитрова. Не совершилось. Не сподобил Господь. А даровал ее Нове. Произошло свидание с мамой. С братом Якимом. В камеру еще подсадили двух дезертиров. Из армии сбежали. Потом третьего. Так среди таких добрых ребят и сидел. Кому что дать. Потом начали беседовать. Расположены были. Держались рядом. Стали проходить закон Божий. Но один сильно воспротивился. На его стороне были все эти молодые. До того времени. Он решал. Что и как делать. Кому мыть полы. Кого миловать. Но когда увидел. Что они ко мне склонны. А я то под камблю. То платочек. То майку новую дам. Передать шли исправно. А им нужно и это было. Так как из части их родных. Не сообщали еще о заключении этих войнов. Тогда стал им запрещать от меня брать. И попытался даже грозиться. А в камере так. Если вздумно кого-то изгнать. Поставить на лыжи. То до убийства доходит. Человек выламывается. И тогда ему беда везде. Но этот старший был одноглазый. Ел плохо. Курил много. Селенки маловато. А солдаты сразу же объединились. И этот замолк. Когда я начинал преподавать. И читать новый завет. Он закрывался с головой. Эти начали уже и зажимать его. Тогда я заступился на него. И он помягчал. А мне каждое утро. Дополнительно к пайке. Давали еще кирпич хлеба охранники. Я подкармливал защитников страны. Куском хлеба можно весь черный континент приобрести. А тут свои. Приходит следователь. Начал делать намеки. Что может быть и по другому. Если я буду более ягненком. Помягче. В чем? Ну. Чтобы архивела гулаг не распространять. И стихи эти два. А мне это только и нужно. Зачем мне это на суде? Мне о Боге сказать. О Христе. О спасении. О суде Божьем. Дал в письменном виде обещание. Но этого оказалось недостаточно. Нужно было более красочно. До этого я говорил следователь Пичугову. Вы же тут ни при чем. Что вам скажут, то и делаете. Ну что вы, Игнат Тихонович, мы ни КГБ, никому не подчиняемся. Закон для всех одинаков. А тут прихожу по вызову в кабинет. Сидит в гражданском подполковник КГБ Никулин Юрий Михайлович. Поздоровался. Наверное, догадываетесь, что следователь тут, что дело мы ведем. Когда готовились возрестовать, то решили какую статью. 70 или 190-1. Я попросил разрешение помолиться. Я попросил разрешение помолиться. Он вышел из кабинета. Я встал на колени и горячо помолился. Вот что вы со следователем писали. Это нужно будет переписать. Лучше заставить грамотнее. По сегодняшний день у меня нет к этому подполковника ни одной претензии. Какой он где-то, не знаю. Говорю про себя. Такт, культура речи, внимательность, доброжелательность. А я себе на уме. Не ради же меня они тут. Но разговор идет непринужденно. С первого дня я и в молитве, и в мыслях всячески отгребался от статьи 190-1. От ее трактовки. Она совсем не о мне. Пусть судят за веру, как первый христиан. Я попросил бумаги и сказал, что буду только тогда дальше говорить, когда примут мое заявление. Написал, что ни под каким видом то, что я даю обещаниям не распространять архипелаг, не было сочетано за желание уйти от суда. Потом, когда дня через три этот чин покажет мне решение прокуратуры о мое освобождение, я в письменном виде написал «Отказ от помилования. Желаю выйти на суд». Нарушение было уже принято. Тогда еще следственные кабинеты в тюрьме своими окнами были на улицу, и там видно было людей. Встал к подоконнику подполковника и говорит мне «Игнатий Тихонович, здесь не ваше место, здесь подонки, мразь, ваше место там и жизнь на волю». «Вы там нужнее, вас там тысячи будут слушать. Мы же не запрещаем вам проповедовать, дело проповеди останется за вами, а заявление мое об отказе от освобождения порвал». Дня через два, кажется, приехал он в военной форме. При наградах. Следователь. Еще человек. Меня повели на выход. Выхожу из тюрьмы, а на крыльце тюрьмы стоит Надежда Васильевна. Принесла передачу. Вот это встреча. Стоит Волга, меня приглашает сесть. «Я же сказал, мне нужно помолиться». И встал перед центральными воротами тюрьмы на колени и стал молиться. Потом встал, перекрестил тюрьму. «Благословляю тебя тюрьма, многое ты открываешь». Принесла передачу.